Еще раз всем большой привет, у микрофона Каби, матч номер 9 группы Б во втором групповом этапе. У нас с вами будет ПВЗ. За попадание в плей-офф будут сражаться Крейтор и Дон Рейгу. В левом нижнем углу Крейтор. Ну и Дон Рейгу справа вверху. На данный момент у Дон Рейгу позиция лучше. У него счет 2-1. У Крейтора 1-2. Но разница по картам не настолько страшная. И соответственно, кто из них победит, тот и войдет в топ-3. Чисто теоретически может быть возможна ситуация, при которой Крейтор победит 2-1. У него тогда будет 2-2 по матчам. По картам у него было бы 6-5. А у Дон Рейгу по картам стало бы 5-6. Нет, по идее карты все равно всегда важнее. Так что да, из них кто победит, тот зайдет. Насколько высоко? Тут есть варианты. Дон Рейгу чисто теоретически может претендовать даже на первое место все еще. Крейтор точно не претендует на первое, но может претендовать на второе в случае, если Мару в последнем матче проиграет 0-2. Но, соответственно, Крейтору нужно побеждать. Ну, обоим нужно побеждать. А дальше все будет зависеть еще и от результатов финального матча Кьюр и Мару. Ну и стало быть, только Бьян уже окончательно со своими 1-3 остался за бортом, как и ожидалось. При трех поражениях в подавляющем большинстве случаев пройти нельзя. Может быть и во всех. Я, честно говоря, не имею такого большого опыта раунд-робина на пятерых. Когда раунд-робин на четверых, там бывает такое, что у 1-3-0, у остальных 1-2 и у них тайбрейки. Но очень редко. Ну что ж, Крейтор приехал, заблочил базу Дон Рейгу на натурале. С ответственно, Дон Рейгу играет через третью. У самого Крейтора стандартный билд через гейт Нексус. Что у нас вот эти странные глюки. Я, кстати, уже их давно замечал, но у меня одно время было опасение, что это глючит сам по себе захват окна или монитора. Но сейчас я отчетливо вижу, что это проблема на источнике у корейцев. Какая-то странность. А, вот. Они сейчас, скорее всего, нас переключили на другого обсервера. Поэтому музыка сменилась. Видимо, у них есть резервный обс. И, кажется, картинка чуть посветлее стала, но это, возможно, кажется. Короче, видимо, да, это, там, скорее всего, контакт где-то на платье видеозахвата отходит. Или что-то такое. Ну ладно. Давайте поговорим о более интересных вещах. Они в том заключается, что два стергейта. Два стергейта у креатора, необычный билдордер. То, что их два-то, это довольно обычно, а вот то, что два сразу, так очень редко играют. Видимо, это масс феникса. Если бы это был какой-нибудь хас, то это могли бы быть и масс оракулы, но кроме него редко кто играет такую стратегию. Да, это действительно масс феникса. Это прикольная страта, которая, на самом деле, может застать расплох терана, ой, терана, зерга, который может как-то просто поставить роуч ворон, там, потихоньку клепать дронов, не ставить спорки. Фениксы, конечно, не могут убить никого. Естественно, они как бы не убивают здание. А у зерга в здание не летают. Но они могут там залететь, убить дронов штук 10-12. Посмотрим, так ли получится. Креатор пока параллельно подстраивает зилотов. Интересно, что газ-то, в принципе, у него есть, но, видимо, он газ в основном все-таки на фениксов бережет. Но Дон Рейгу уже что? На данный момент понятно, что нету оракула. Следовательно, его дефолтная версия — это Твайлайт. Какой-то. Тут его встречает пока один сталкер. Ну и фениксы улетели вперед. Их четыре штуки, два догоняют. Дон Рейгу все-таки видит эту ситуацию заранее. Тут у него несколько лингов есть, чтобы не дать на халяву третья. Это тоже, кстати, тонкий момент. Обычно ты играешь с оракулом, третью ставишь довольно легко. Но если ты играешь без оракула, то, соответственно, тебе нужно много наземных юнитов. Видимо, именно поэтому Креатор заказал целых шесть зилотов. Потому что ему надо Нексус поставить. Не потому что он там сейчас пол-ин будет играть Феникса Чардж-Дилотами. У него и Чарджа нет, и Твайлайта нет. Но зато ему нужен Нексус, поэтому он построил много наземных. Прилетел в оверлорда Трансфьюз. Оверлорда он все равно не спас. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько оно того стоило по итогу. Ну, а Креатор и не стал заказывать Твайлайт, а стал заказывать Роботикс. Дройгу заказывает, в свою очередь, Шпиль. Видимо, логика в том, что на Караптерах он собирается отбиваться. Ну, а вообще, есть еще такой стиль, который нам уже показывал Су. Это Караптера Муталиски против Протоса. И Су тогда в интервью говорил, что многие считают, что... Я с этим билдом только проигрывал, но билд-то это нормальный. Ну, когда он это говорил в интервью, стало быть, победил. Интервью проигравших берут редко. Ну, вот на этом групповом этапе иногда берут интервью у тех, кто потом не выйдет из группы. Но, как пьян, например, но все-таки после победы. Хотя бы локальной. Ну что, приходит вперед Креатор вот так вот, медленными зелками, адептами. И все, вся эта братья прикрывает двух адептов, которые харасят минеральную линию. А все остальные так. Как на том мемчике, где копает Вася, а вокруг много-много разных менеджеров контролирует процесс. Сколько, интересно, в общей сложности уже убиты тронов. Набрались те 10-12, о которых я говорил. Ну, уж, наверное. Готов шпиль. В нем делается апгрейд на атаку. Шпиль тут чем логичен? Дело в том, что, на самом деле, если ты начинаешь строить гидру, то может так получиться, что фениксы будут перехватывать гидру с самого начала. И ее не так-то легко скопить. Ну и плюс, там легчайший выход в колоссов с этим всем комбиться. И тоже против гидры и колоссы и дизрапторы очень хорошо заходят. Корапторы, они одновременно контрят и колоссов, дизрапторов нет. Но, соответственно, наверное, против корапторов их особо и не будет. Можно в каких-то там ручей, лингов пойти параллельно. Посмотрим, как будет играть Дон Рейгу. Пока у него появляются первые корапторы. Фениксы, в принципе, даже без дальности могут работать против корапторов. По не очень выгодному курсу они там размениваются, но все-таки. Убивать фениксами корапторов, это как доллар в России продавать, знаете. Курс так себе, но если очень надо, то что ж. Ну, тем временем, тут фениксы уже всю карту съели, принялись за тараканов. Креаторы тем временем 4 базы, но вернее ставятся 4. Действительно Дон Рейгу выходит параллельно в роучей. Так, тут против корапторов нарисовался Архон, но кораптором, как вы знаете, они такие, не очень чувствительные, ребят. Есть, знаете, такое выражение, что ему хоть топор об голову тиши. Вот, корапторы, это как раз тот самый случай. Я уж не знаю, где у них там голова, вот в этом всем. Ну, если найдется тот, кто дотянется туда с топором, то, по-моему, они против не будут. Прикольный пуш от креатора. Не просто от такого отбиваться. У Дон Рейгу, конечно, джентльменский... Так, он призму сбил, да? Джентльменский набор, реведжеры, бейны, королевы. Такое нечто, которое в теории, как бы, вроде против всего работает. Лучше или хуже. Но, вообще, у креатора, конечно, микс очень сложный. В плане, он и для протаса непростой, но и убивать такое тяжело. Потому что там очень много цементирующих факторов, таких как Сентри, Архоны, Имморталы, Фениксы, которые поднимут, если что. Дизрапторы. А кроме этого, есть еще такой крутой кор, как Сталкеры, до которых еще не так легко добраться. И в итоге, эта армия продавливает Дон Рейгу. Очень, на самом деле, прикольный стиль показал креатор. Контактный, активный, эффективный. Смотришь, даже, ну, не особо понятно. То есть, мне кажется, такое нельзя чем-то конкретным законтрить. То есть, можно законтрить хорошей, четкой игрой. А хватит ли на нее скиллухи, ну, это уже другой вопрос. То есть, это такой стиль, который игромеханически никак не обыгрывается. Типа того, а у тебя Масмута, я построил Масфеникса в дальность. Ух, лох. Вот такого не будет. То есть, тут как бы надо реально... Да, шоколадку надо съесть, считает креатор. Подзаправиться быстрыми углеводами и отправляться во второй сет. Второй сет, карта Inside and Out. С него внизу в этот раз. Креатор. Креатор вернулся к своей теме, когда он разговаривает сам с собой. Насколько я знаю, он в отличие от Рейнера не поет рэп. Он просто как-то говорил об этом интервью, что... Убеждает себя в разных вещах. Ну, нам с вами это хорошо знакомо. В нашей стране сейчас много кто таким занимается. Но креатор убеждает себя в чем-то полезном, к счастью. Например, в том, что надо не втыкать в дроны королевы. Там пробки, не забывая. Это Дарк, что ли, пришел? Слева. Но я не уверен, может быть, просто человек похожий на Дарк. Так, ну, пробка не преподнесла нам никаких сюрпризов. Вообще-то зафотоны на этом GSL уже были, точнее всего один. Но для тех, кто соскучился по зафотонам, еще раз приглашаю. У нас планируется эфир в субботу на YouTube по турниру Regenerate Esports. Небольшой СНГшный онлайн-турнирчик начнется в 18.00, 1 октября. Обычно я маленькие онлайн-турниры не стримлю, но тут и ребята попросили. И маленький бюджет даже под это дело нашли в основу донатов, так сказать. Ну, просто давно на YouTube у нас не было трансляций. Я-то вообще на самом деле планировал, что я к субботе погружу компьютер в машину и поеду далеко, но решил пока чуть-чуть повременить. Так что проведем время за стримом. Отвлечемся от неприятных мыслей. Достраивается Nexus. И крейтер решил сыграть в этот раз через Twilight. Посмотрим, какой будет конкретно билд-ордер. Я напоминаю, что крейтер вообще довольно много наиграл через адептов. Но был другой паренек еще на GSL, который вроде только через адептов играл. У крейтера вариации есть, но... А, так, это Robotics. Ну, сейчас посмотрим. Да, скорее это на Dark Shrine похоже. И это действительно он и есть. Разведал крейтер адептом немножечко. Ему сейчас очень важно адепта не отдать в первую очередь. Потому что минимум юнитов ты хочешь делать, когда играешь в Dark Shrine. Да, Лан этот в субботу... Ой, не, Лан, а турнир будет пересекаться с DreamHack. Все верно, пишите. Но... Ну, DreamHack у нас прав нет и не будет. Так что, что ж теперь? Его на мейнкасте показывают Каз и Димага, по идее. В каком-то там соотношении. Роуч Ворон ставит Дон Рейгу. Он на данный момент понимает только, что нету Старгейта. Ну и, следовательно, ему по-любому нужен Роуч Ворон, чтобы там не было. Две спорки пока. На мейне спорки нету. Ну, крейтер чуть-чуть так адептами отпушил и готовится. Погодите, а где Dark Shrine-то? Да ну! Такой палевный вообще варп. Ну ладно, в принципе, Dark Shrine, наверное, могут даже забрать королеву. Не отдать бы призму с ним. Очень хорошо, Дон Рейгу. Короче, готов. Чтобы крейтер варпнул где-то по-тихому и залетел на мейн. Может быть, он там на мейне бы что-то забрал. Но крейтер настолько сильно аркадничать не стал. Он просто варпнул трех Dark Shrine. Нет, так нет. Все сделает из них Архонов. И поедет дальше. Стандартный билд в смысле. Еще три Dark Shrine. Погодите, но он же блин к даркам не делал, правильно? Блинка даркам не было. То есть, КАС расчет... КАС, господи. Крейтер рассчитывает, что он чисто на призме все разрулит. Но, с одной стороны, пока получается. С другой стороны, призму уже на желтых ХП. Четыре дрона пока потеряно. Тут прикольно. Дарки харасятся псом. Очень любил я в свое время от люркеров отбиваться дарком и обсервером. Но, во времена Нубасской меты, 60 АПМ. Уровень игры по нынешним временам Е-, наверное. Ну и там, да. Такие билды обычно работали. Карта Укросс, все дела. Обратите внимание, Дон Рейгу идет в шпиль. Заранее думает о том, что окей, от дарков я отобьюсь. Но, конечно, потом, возможно, неплохо зашли бы муталиски. Я думаю, об этом сейчас Дон Рейгу мысли. Шпиль наполовину готов. Но у Крейтера снова его блин к сталкеру планируется. Там же добавлялось много гейтов. Ну и добавляется сейчас. Не знаю я, что-то успевает ли Дон Рейгу получить муту по какому-то вкусному таймингу. Дарки все еще тут, кстати. Аверсира не было. Кто-то рассчитывал только на спорку. Готов шпиль. А денег на муталисков теперь нет. Закон жизни просто, мне кажется. Даже если у вас готов шпиль, денег на муталисков у вас нет. Есть деньги на муталисков? Нет шпиля. Ну, на четырех муталисков нашел Дон Рейгу. Это то чувство, когда ты в 17 лет приводишь подругу в Макдональдс, и тебе хватает на колу. И она такая, ну, погоди. Здесь же такая же кола, как везде, только она стоит в три раза дороже. А ты-то и в Макдональдсе еще ни разу не был бы. Тебе просто кто-то сказал, что кола там особенная. А ты поверь. У современных детей, видимо, уже не будет таких историй. Хорошая атака с филдами. Как бы креатору не провтыкать муталисков. Но я пока даже не очень понимаю, куда они летят. Байлы падут на сентре, но она и так уже пустая. А муталиски прилетели на Фатонку. Впрочем, именно отбивается здесь Дон Рейгу довольно сносно. Он часть крипа потерял из-за того, что там был обсервер. Ответ на сталкеры просто выбили опухоли. Но тут куча королев, это не проблема. Хотя прикольно, кстати, что именно королев умудряется фокусить креатор. Он еще фокуснул, кроме этого Аверсира. Драков нет на самом деле. Да и тут спорка нет большого смысла в них. Кугуарить мы раньше это называли. Хотя по текущим временам не очень что-то хочется. Теперь кугуарить это другое значит. Это значит жить не по прописке, но рассказывать как-то легко пойдешь. Как только тебе повестку пришлют. Ладно. Для этого, в принципе, в русском языке слов и других хватает. Очень смелая призма. Криатор это вовремя успел понять. Донрыгу, правда, не добрался, чтобы кинуть туда байла. Но призма улетела и что-то так никак и не разложится пока там криатору. Погодите, в смысле 6 муталисков? В 22 пробки убили. Это вообще что? Счастливый сон зерга какой-то? В счастливом сне зерга заснул такрей. Так как и не странно. Видимо, очень он полагался на то, что он в атаке сможет пробить. А получилось в итоге фигня какая-то. Остается у Тоса 42 пробки. Конечно, там уже мейн натурал кончается. Поэтому именно сейчас добыча от этого страдает не очень сильно. Но, по-моему, это ставит крест на перспективу криатору. Ну, он играет против 4-х базового зерга, который делает ручер-ревиджеров. Типа, а как он может отбиться? Призма пытается с дарками пролететь на мейн, но Донрейгу не слепой. Он, конечно, не очень хорошо видит, но поэтому и носит такие большие очки. Ну, в итоге тут у нас божественный кайт. Насколько это возможно. Но кайт перестает работать. Вообще микроконтроль перестает работать с определенных моментов. Количественных соотношений, назовем это так. Криатор пытается что-то изобразить, но... Может быть, возвращается старая проблема, о которой Криатор не раз и не два говорил в своих интервью. Что нервы очень сильно мешают ему играть. У меня есть ощущение, что в этой игре у Криатора было все для того, чтобы победить. Но он просто плохо сыграл почему-то. И, ну, может быть, в том числе потому, что чувствовал, что вот он, плей-офф-то, руку протяни. Руки-то короткие. Оказались, что Штонриго отыгрывает одну карту. Но Криатор, насколько, по крайней мере, говорит моя арифметика, по-прежнему пройдет в плей-офф. Правда, вряд ли выше третьего места. Если все-таки сможет завершить матч в свою пользу. Карта Тропикал Сакрифайс. Третий сет. В правом верхнем углу появляется Криатор. И в левом нижнем его соперник. И товарищ по команде. Это Дон Рейку. По-разному игроки, бывает, относятся к тем киллам. Понятно, что любой... Ну, не любой, но часто тем килл, в том числе, означает, что кто-то из вас точно пройдет дальше. Что не всегда так уж плохо. Ну и, конечно, не всегда игроки, оказавшиеся в одной команде, действительно как-то там особенно близко общаются. В основном, наверное, все эти дружеские связи возникли несколько раньше. Во времена еще команд пролиги. Ну, а Криатор и Дон Рейку, если мне память не изменяет, в одной не оказывались. Ни на пролиге, ни раньше на GSTL. Но это уже совсем давно, конечно, было. Сколько там же GSTL? Я не помню, в тринадцатом году вроде уже не существовал. А, нет, еще, по-моему, существовал. Там же был какой-то смешной сезон, когда команда STX-Soul потеряла спонсора, собственно, STX. Стала просто Soul. И не смогла участвовать на пролиге, но сыграла на GSTL при этом. То есть лиги проходили параллельно. И, наверное, это было, по идее, как раз в тринадцатом году. Ну, это, я сейчас говорю, прикольно. А тогда, конечно, такие грустные были времена, когда казалось, что StarCraft, ну все, как бы, ну как бы, все. Пролига отказалась, даже в Корее не нужен. В Dota 2 сделали International. И, короче, на SK2TV вводили черно-белые смайлы с венком таким для SK2 специально. Ну, типа, игра умерла, понятно. Идем стоять на миде. Ну и вот, девять лет спустя мы с вами оказались на карте Tropical Sacrifice. ESL только что взяла нового Product Manager, который, видимо, планирует какие-то события на 2023. Чудные дела твои, как говорится. Stargate Oracle у креатора. Само по себе это совсем не чудно, но это третий уникальный билд, так сказать. Ну, в том смысле, что креатор во всех трех сетах сыграл разные опенинги. Ну, Донрей Гузерк, тут, если он не чизит, то на его опенинги, наверное, можно особо не смотреть, в том плане, что его дело разведывать и реагировать больше, чем навязывать. Навязывать игру в ЗВП очень сложно. Блай один из тех, кто умеет это делать. Блай, кстати, играет на Явро Челленджере. Сразу он писал, что два месяца не играл, от него ничего ждать не стоит. Так же, как и Скиллоус написал, что от него ничего ждать не стоит. Видимо, вообще никому из нас ничего ждать не стоит. Ну, кто болеет за русскоязычных игроков. Но все же, наверное, фирменная стратегия Блай должен как-то там исполнить. Забирает креатор Оверлорда. Оверлорд, впрочем, своей цели добился. Разведал. Грейт на коготь у Дон Рейгу. У него такой абсолютно дефолтный билд, а вот у креатора нет. Креатор ставит две 4G. После Нексуса. Билд очень наглый, но если зерк будет просто халявить и не подстраивать лингов для отмены третьей, то вполне может сработать. Оракулы, мне кажется, очень важная часть этого билда. Они прям обязательно должны все разведать и, если что, прикрыть третина. Ну, их вроде как три штуки, но с другой стороны... Красиво Дон Рейгу. Одного дрона спас. Да, креатор не сказать, чтобы играл оракулами хоть сколько-нибудь оборонительно, да? Все, конечно, знают эту максимум, про то, что лучшая атака — это нападение, но... У них в Китае, господи, ну, на востоке, скажем так, наверное, своих военных мудростей хватает. Обойдутся они как-нибудь без наших. В романе «Чингисхан» Яна есть забавный эпизод, где, ну, по-моему, не для Чингисхана, а для кого-то из его детей и внуков как раз взяли в учителя китайского военного стратега, который там рассказывал какие-то премудрости, что-то в серии. «Если ты близко, покажи врагу, что ты далеко, если ты далеко...» И примерно на этом моменте полководец сказал, что это фигня какая-то, короче. Просто берешь миллион монголов. Ну, не только монголов, но понятно. Не зашло ему одним словом. Ну, вот из трех оракулов два пока живут, но крейтер и дальше новых продолжает достраивать. То есть грейды 2.2. Ага, но он не делает гейтовых юнитов, видимо, в этом весь секрет. Грейды 2.2, чардж, он добавляет гейты, ставит архивы. Ну, вот гейтовых юнитов у него, да, вот столько примерно, учитывая, что адептов он отдал. Но оракулы животворящие практически полностью спасают его от зерлингов. Ну, по крайней мере, от ленивых зерлингов. Какие-то суперпотные зерлинги, наверное, по-прежнему могли бы не дать поставить все эти базы. Но билд крейтера, конечно, да. Полный нонсенс. Ну, в ладдерном применении, в смысле. То есть, ну, сколько там? 7.20? Ну, вот примерно сейчас, или через секунду через 10, к вам просто 200 лимита роучей приходят. А там, оказывается, чувак с двух с половиной баса вынил. А вы такие, да? Ну, ладно. Окай. Держите в курсе. А у вас зато 2.2 заказа, понимаете? И четвертый наксесс есть. Дон Рейгута играет в гидробейнов. Очень интересно, как это сработает. И то, и другое причем. Ну, так-то, если подумать против Чарльзи, вот и в Бейна, это прям то, что нужно. А тут есть какие-то фотонки, батарейки. Но Оракулы не ставили ловушки. Вот если было много ловушек. Оракулы, ну, просто сохранены, как юнит, видимо, для лобовых столкновений. Ну, пока Дон Рейгута решил отступить. Возможно, потому что... А, вот почему. Окей. Тут очень такая прикольная контратака. Пытается Архонов в первую очередь не отдать в Крейтор. Но он их отдаст, если заиграется. Я думаю, не надо загидрой мериться микроконтролем. Дон Рейгу уже Крип сюда дотянул. Но, с другой стороны, куда сюда? Кто Крейтор просил базу в центре карты ставить? Что, мало места, что ли? Других. Оракулы сунулись на Гидро. Один из них погиб. А тут вроде много Архонов. Есть и Морталы, и Фениксы помогают в меру сил. Но, по ощущениям, этого всего не очень-то хватает. Вот если бы это были роучеры-ревиджеры, они бы, наверное, легче отвалились. Ну, хотя, в итоге, Дон Рейгу предпочитает пока, по крайней мере, отступить и перегруппироваться. Но у него сейчас еще 11 гидролизков выйдет. Интересно, Грейт. Плюс два на коготь. Не так много зерлингов. Вроде как все очень просто, да? Гидра должна убить Архонов. Бэйны должны убить Зилотов. А зерлинги должны убить Имморталов. Но, как бы, оно все, к сожалению, вместе подается. А тут зергу надо, как вот этим людям с психологическими расстройствами, которые еду на тарелке обычно, точнее, обязательно разбирают на ингредиенты, а уже потом съедают по части. И не дай бог, если оно перемешается. А вот у Протаса оно все перемешано. И он еще сейчас кетчупом сверху польет, а потом соусом барбекю. Ты такой, ну, чувак, я же отмачивал его в специальной травке 3 часа. Нормально, нормально, скажет он, выдавливая еще из пакетика. Продолжает Дон Рыгу прям очень активно разводить Крейтера. Сложно, конечно, такой матч под давлением играть. Крейтер пошел в решающую атаку. Зилотов специально отвел назад, пока не кончатся Бэйны. А теперь, когда кончились Бэйны, по-моему, кончился Протас. Потому что очень много он этими Бэйнами убил. И в итоге Крейтер признает свое поражение. Очень качественный матч от Дон Рыгу. Именно в этом сете я не могу сказать, где Крейтер прям не доработал. То есть, с моей точки зрения, он тут просто выбрал стратегию, которая против необычной довольно стратегии Дон Рыгу. Не сработала и все. То есть, он нормально играл свой билд. Специфический. Но это просто не работает против Гидро Бэйнов и все. А вот в прошлом сете, с моей точки зрения, Крейтер мог и должен был побеждать. Ну что ж. Я бы сказал, нельзя выигрывать каждый раз. Но Крейтер не то чтобы в своей карьере выигрывал каждый раз. Ну, в общем, вы поняли. Но он, по крайней мере, претендовал реально на выход в плей-офф. Но в этот раз не удалось. В этот раз Дон Рыгу со счетом 2-1 побеждает. Ну и по итогам следующего матча мы узнаем, какое место он займет. А пока у нас интервью, только нам забыли дать звук, к сожалению. Итак, ты третий сезон подряд уже выходишь в плей-офф. Что думаешь? Ну, я сыграл-то 2-0 в первый игровой день, и были уже мечты выйти с первого места. К сожалению, не получилось. Знал ли ты, что тебе достаточно выиграть одну карту, чтобы уже пройти? Не вполне понимаю, почему, но да ладно. Дон Рыгу совсем не на этот вопрос вроде отвечает. Он говорит, что... Видимо, речь идет не про этот сет, а про какой-то сет в другом предыдущем матче с Мару. Что, если бы он у Мару взял одну карту? Окей. Ну, короче, он говорит, что за ВП в основном играл на ладдере, за ВТ мало терранов попадалось, и к Мару был не готов. Ты сыграл против Мару и этих масс баттлов, и еще и 3 прокси-бараков. А еще и Кьюр играл против тебя 3 прокси-барака. Как тебе вообще проигрывать Бункер Рашем в 2022-м? Зон Рыгу говорит, я не знаю, почему против меня это все играет. Конечно, хотелось бы стать как Сэрл, который просто отбивается от всего стандартными мощными билдами. Но вообще, когда я смотрю за терранами современными, возникает ощущение, что, видимо, надо играть как-то более нестандартно, что ли. Я так понял, что Дон Рыгу спросили про новую систему плей-офф. Ну и, короче, он говорит, что его все устраивает. Или я неправильно понял вопрос. Вопрос Дон Рыгу, считает ли он, что с балансом сейчас все хорошо. Дон Рыгу говорит, что до полуфинала все карты примерно одинаковые. И сейчас вообще еще слишком рано делать выводы. Но вот в Ро-4, когда не будет вычеркивания, тогда, возможно, будет сложно. Видимо, речь о том, что можно сейчас все вычеркнуть лево, и остаются равные карты. В Бо-3, Бо-5, а вот Бо-5, Бо-7 уже посложнее. Финальные слова. Дон Рыгу говорит, что он прошел в плей-офф, постарается подготовиться. Да, в понедельник уже придется снова играть. Это немножко жестко, напряженно. Ну что ж, это последний сезон в этом году, надо готовиться. Поздравление Дон Рыгу в завершение. Он говорит спасибо, мы ему говорим спасибо, и увидимся с ним. Ну, увидим его в понедельник, раз он так сказал, поверим на слово. Ну, а у нас с вами впереди остается последний матч этой группы, который определит финальную расстановку. В ней Мару против Кьюра будут играть ТВТ за первое, второе и, может быть, даже и третье место.